тема у нас сегодня большая но я постараюсь не взрывать вам мозг хотя она в общем-то именно про это в общем понятно что интерфейс укладывается в понятиях human-computer interaction дата взаимодействие человека с компьютером естественно уверен что вы достаточно много знаете про компьютеры как они устроены в чем суть как работают где хранят какие данные как устроены указатели вот но соответственно как бы при проектировании интерфейсов зачастую этого всего не всегда достаточно и нужно понимать еще какие-то хотя бы моменты как устроены люди как они работают и обрабатывают информацию вот эти знания во многом нам кажется что мы ими обладаем интуитивно часто это так иногда это не так потому что как бы изучать себя же достаточно сложно поэтому на помощь приходит наука которая очень молодая по сравнению там с той же физикой или там другими точными науками которая в общем зародилась в нормальном виде только в 19 веке но которая за это время уже скажем так прошла очень даже неплохой путь еще все еще отстает от физики и скорее в классификации в классификации планка относится к резерфорда прошу прощения относится к коллекционированию марок но все все таки тем не менее у нее есть много позитивных моментов давайте попробуем их рассмотреть вот во первых самая интересная часть для затравки это память вот мы все привыкли предполагать что память можно свести примерно к модели жесткого диска да то есть как бы мы что-то там видим это все у нас сохраняется ну точнее к иерархической модели компьютера то есть у нас есть жесткий диск оперативная память и допустим что-то вроде кэша там какой-то вот памяти для быстрого доступа и она постоянно пересобирается вот но действительно эта метафора очень стала популярна с появлением компьютеров вот хотя надо сказать что в каждый период когда люди пытались описать память они использовали какие-то объекты для метафоры которые на тот момент являлись хранилищем информации например платон говорил о глиняных табличках что память это набор глиняных табличек египтяне говорили о папирусе и так далее вот то есть на самом деле в принципе метафора не нова в том плане что как бы всегда использовали некое самое современное хранилище как идею памяти вот на самом деле скажем так наша память мы все-таки представим что устроен немножко не так как меню потому что есть такой процесс как забывание его исследовал вот такой вот человек еще в девятнадцатом веке как раз на самой заре психологии герман бенгаус он скажем так проводил простейшие эксперименты но в общем достаточно неплохие он исследовал забывание на себе вот и забывание он исследовал таким образом что он просил его помощников создавать бессмысленные слоги вот такие такие в которых есть в середине обязательно гласная а по бокам согласны но она они обязательно должны вот не нести никакого смысла не быть похожими на часть какого-то слова там маленького или что такое чтобы не было идеи что это можно как-то там проассоциировать вот он старался их запоминать а через некоторое время смотрел сколько из какая часть из этих какую часть из этих слогов он все еще помнит и он пришел вот к такой штуки которая получила название кривое забывание то есть которая говорит о том какая часть из того что он выучил скажем так сохраняется в памяти то есть он увидел что через 20 минут он помнит там примерно две трети чуть поменьше через час уже меньше половины а через шесть дней он помнит чуть меньше четверти и в общем через месяц он помнит примерно столько же то есть получается что в начале очень быстро мы начинаем быстро все забывать через некоторое время все устаканивается и мы все-таки что-то помним но очень да скажем так далеко не все из того что мы выучили вот на самом деле не все так печально потому что это относится к бессмысленным слогам в первую очередь то есть в реальности как бы мы забываем все не так стремительно и не так быстро хотя все-таки иногда быстрее чем нам кажется вот и на самом деле он сам обратил внимание на два момента что во первых как только бессмысленные слоги заменяются чем-то осмысленным то кривое забывание становится менее резкой то есть бывает что и можно через несколько дней помните 75 процентов информации а второе он заметил что забывание скажем так никогда не происходит до конца то есть он отслеживал ситуацию которая происходила даже через некоторое время достаточно длительная то что эти все исследования проводил постоянно что там какую-то часть слогов он уже не может вспомнить вообще никак то есть не никакой идет следом ничего вот и он начинал выучивать эту последовательность заново вот он брав вот эту же последовательность который он записал и начал ее заново методично учить и он пришел к выводу что во первых она выучивается быстрее вот то есть у него было еще скажем так кривая запоминание просто она менее известна чем вот это вот но в общем то он ее тоже рисовал как насколько быстро он может запомнить при повторении эти бессмысленные слоги а второе он увидел что кривое забывание в таком случае становится менее резкой опять же то есть как бы он очень странная ситуация что вроде как ты уже ничего не помнишь но видимо что-то помнишь потому что график говорит о том что что все таки все таки забывается это медленно вот и бенгаус вот приходя к таким противоречимым выводам уже даже не знал что вы что и делать какой вывод потому что он собственно говоря предполагал что память это такое вот хранилище в котором вот из которого все выливается просто и забывание это такой процесс который как бы позволяет нам избавляться там не нужной информации без смысленно и все такое но тем не менее он приходил к выводу похоже что как бы полного забывания так и не происходит то есть он видел ситуацию при которой вот он осознанно уже не может ничего вспомнить тем не менее выучивание происходит быстрее забывание происходит медленнее и так далее это на самом деле подтолкнуло дальнейших исследователей к идее что все таки память работает скажем так не совсем так как любое хранилище из нам известных то есть глиняные таблички папирус жесткий диск все они обладают свойством того что что записано то и хранится вот наша память работает немножко не так вот она скажем так она это не пассивный процесс если что-то записано то не значит что это будет храниться в том же виде это постоянный процесс записи перри пересобирание этой информации и собственно говоря скажем так активного его доступа и перезаписывания заново то есть мы суть суть нашей памяти в том что хранение само по себе активно оно не является ну как бы каким-то пассивным процессом и одновременно с этим пассивное хранение тоже существует просто работает еще интереснее давайте попробуем покажу вам один из экспериментов людям показывали десять тысяч вот каких-то таких вот картинок природы в общем ничего примечательного вот последовательно и с очень большой скоростью то есть там буквально одна секунда на картинку после этого спустя неделю и мы задавали вопрос например какую из этих картинок вы видели когда-либо зачастую люди пытались либо угадать либо говорили что обе не видели вот так или иначе там в общем это было похоже на то что осознанно они не помнят какие картинки они увидели тем не менее когда не задавали другой вопрос какая из этих картинок вам больше нравится то с очень хорошей вероятностью скажем так значительно выше случайного угадывания люди выбирали картинку которую они уже видели то есть фактически это говорит о том что мы все-таки мы все-таки помним то что мы видели причем помню все целиком самого начала до самого конца едва ли не жизнь вопрос том в какие моменты мы к этому обращаемся из с какой логик в данном случае к этому обращаются с той логикой что как мы все понимаем что человек результат эволюции и собственно говоря в эволюции одна из причин одна из причин закрепление каких-то позитивных моментов в том что если есть какой-то объект который с которым вы уже встречались и он вас не убил то значит к нему наверное лучше относиться позитивнее чем к тому которого вы вообще еще не видели никогда вот то есть по сути дела любая вещь которую мы уже видели мы к ней относимся вот скажем так бессознательно позитивнее чем к вещам которые мы не видели вообще на это и нацелена естественно любая реклама и все такое то есть как бы они нацелены на то что мы просто где-то в глубине нашего сознания познакомимся с этим брендом там объектом упаковка и в следующий раз абсолютно не понятным образом для себя выберем именно этот стиральный порошок с полки до бывают осознанные решения на огромное количество решений импульсивно и они как раз связаны именно с такими моментами детально про принятие решений сегодня не смогу рассказать но вот один из аспектов как раз такой мы принимаем решение очень часто импульсивно и зачастую вот на основе вот таких вот интересных моментов то есть что если мы что-то видели значит знакомо значит нормально значит можно брать второе это внимание внимание это еще один очень важный психический процесс и он похож на такого кого бы вам привести но если кто-то из вас работает я думаю можете представить менеджера которого у которого нету своего проекта но который готов любой проект прибежать и ставить свои комментарии вот ну иногда это генеральный директор иногда это менеджер но в общем так или иначе он как бы готов подключиться к любому проекту и что-то сказать вот внимание обладает вот такой вот интересной особенностью она может подключаться к к любому психическому процессу мы если мы сосредоточенно думаем то мы по сути дела можем перестать там видеть окружающую среду или даже слышать немножко если мы сосредоточенно сидим за рулем и смотрим на что-то мы мы можем перестать слышать нашего собеседника практически да то есть мы очень сильно сосредоточены на там езде и процессе езды мы можем быть поглощены там процессом какой-то игры соответственно это будет как зрительные так и моторные функции вот есть внимание оно подключается к тому что нам действительно значимо в этот момент и направляет туда очень значительное количество психической энергии но в первую очередь давайте рассмотрим именно процесс внимание как как части процесса восприятия то есть сам процесс восприятия заключается в том что нам нужно получать как-то информацию из окружающего мира и внимание нам как раз помогает в этом то есть она заключается в избирательной направленности восприятия на тот или иной объект мы например вы сейчас направляете свое восприятие на меня большинство из вас и соответственно слушайте и пытаетесь разобраться в том что я говорю понятно что как бы если там ситуация какая-то другая то вы направляете на другой объектом например что-то нужно сделать в этом начинаете там смотреть что-то в телефоне да там нужно ответить например на эсэмэску и соответственно восприятие перенаправляется на другой объект вот естественно внимание она очень активно в этом плане готова постоянно перепрыгнуть и пару механизмов из этого я сейчас расскажу во первых как это все работает в конце сороковых годов прошлого века вот эти два исследователя даже наверно все-таки в пятидесятых начали исследовать такую ситуацию в английском в английском в английских воздушных войсках очень большое количество пилотов общались на одной и той же частоте вот то есть допустим 20-30 пилотов могли общаться на одной и той же частоте был очень большой шум но при этом их интересовала ситуация что два пилота могут спокойно вести между собой диалог даже несмотря на то что огромное количество пилотов в этой же частоте между собой переговариваются при этом была и другая ситуация что например один из пилотов пытался всем объявить что там допустим направо лететь не надо там там что-то плохое он пытается это донести он это несколько раз повторяет и потом добрая половина из пилотов которые были на этой частоте говорят мы тебя не слышали и собственно говоря видимо что они говорят абсолютно искренне в кейс об это был 12 но когда это говорят половина то и больше то складывается ощущение что именно в этом как бы процессе внимания и восприятия заключается причина того что так происходит и бродбин стрейсман в своей первой концепции пришли к идее внимание как фильтра то есть что происходит у меня есть большой поток информации я отфильтрова то что нужно мне вот там диалог с конкретным человеком все остальное я просто перестаю слышать попадает в спам не воспринимается не осознается естественно и это просто незначимая для меня информация надо меня никак не дойдет ну действительно это согласуется с тем что я рассказал но все-таки все-таки бродбинт и трейсман они ребята такие были очень активные поэтому они проводили экспериментов и эксперимент заключался в чем значит человеку дали два наушника в одно ухо ему сказали что вот это вот нужно слушать второе ему сказали делай с этим что хочешь можешь слушать можешь не слушать это как бы незначимая информация естественно задание слушать там вот это вот его правое ухо он соответственно начал все это слушать и после этого ему задали вопросы по поводу там того что он услышал информации которая там была подана он в общем на все что в нужном ухе смог ответить на все что было дано в левое ухо которое там была незначимая информация как ему сказали он ответить не смог все он действительно сосредоточился и услышал то, что нужно. Вот, они пошли дальше, и все, в принципе, было нормально, но они решили повторить эту серию экспериментов, и так получилось, что в одной из аудиозаписей проскочило имя Джо, как раз которое было именем того респондента, который был в тот момент. И на несколько секунд он переключил свое внимание на второй канал, соответственно, выпав из контекста того, что было в правом ухе, и уже на часть вопросов ответить не смог. На самом деле, с этим эффектом мы, я думаю, многие из нас сталкивались, допустим, в большой тусовке, и он называется эффектом коктейльной вечеринки. То есть я, допустим, стою общаясь с какой-нибудь девушкой, мы общаемся, все хорошо, и вдруг кто-то в дальнем конце комнаты произнес мое имя. И я внезапно начинаю слышать ее приглушенно, и начинаю вслушиваться, что говорят там. Вот, то есть на самом деле кажется, что то, что говорят другие, это просто шум, и я его вообще не слышал, но стоит проскочить там значимой информацией, как внимание тут же перескочит. Фактически это говорит о том, что мы воспринимаем всю информацию, которая нам поступает, целиком. Вот, вопрос в том, что фильтр стоит уже дальше, который отсекает ее на уровне осознавания. А восприятие происходит всей информации, и значит, на основе этой информации в целом мы даже можем принимать какие-то решения. Вот, на самом деле еще интересная ситуация была в том, что они подали на одно ухо, например, допустим, какой-то аудиофрагмент, а на другое ухо этот же аудиофрагмент, но с задержкой, там, 5-секундный. И так получалось, что, собственно говоря, внимание человека начинало скакать между этими аудиофрагментами, и он вообще не мог ответить на вопрос, по сути дела, не на один вопрос о том, какой контент там был и в чем там суть. Потому что идет большой поток, и внимание не может никак разобраться, что этот один и тот же поток, два, могу я отсечь, не могу. И единственный способ отсечь, это, собственно говоря, закрыть это ухо или убрать этот наушник. Вот, получается, что, на самом деле, возможности наши значительно больше, чем нам кажется. Мы в состоянии воспринимать весь шум, который мы слышим, запоминать все, что мы видим вокруг. И, собственно говоря, есть какие-то силы внутри нас, которые почему-то заставляют нас часть этой информации отсекать, забывать, убирать ее и все такое. На самом деле эти силы позитивные, и роль их как раз в том, чтобы мы сосредотачивались на чем-то значимом, а если в среди вот той информации, которую мы видим, слышим, где-то осознаем, попадет еще что-то значимое другое, то как раз произойдет переключение, и мы сможем на этом значимом тоже сосредоточиться. Как мы понимаем, сосредоточиться на всем нельзя. Слово «внимание» на самом деле во всех известных языках в единственном числе встречается. Если оно вообще есть в языке, то оно встречается в единственном числе. То есть как бы не может быть множество внимания, только направленность на какой-то один объект или на что-то одно. Вот эффект коктейльной вечеринки в КРС, о котором я говорил. И да, да, вот именно так. Вот, так какую же метафору взять тогда для внимания? И этим озаботился исследователь Майк Познер в 1977 году. Он провел на самом деле очень простой эксперимент, но показательный. Он давал на экране подсказку, например, слева, и показывал объект. Ну, собственно говоря, например, слева. Давал подсказку справа и показывал объект, например, справа. А потом обманывал. Давал подсказку слева, а показывал справа. И что получалось? Что он выявил эффекты выигрыша и проигрыша от подсказки. Да, ну, как бы человек должен был выбрать одну из кнопок. Слева или справа находится объект. Вот, он выявил эффекты по времени выигрыша и проигрыша от подсказки. То есть, соответственно, это говорит о том, что, когда человек видит эту подсказку, то он как бы готовится, начинает в нужное место смотреть, начинает как бы это внимание уже направлять на какую-то часть. И чтобы перестроиться и понять, где же все-таки находится этот объект, ему нужно перенаправить свое внимание в другую сторону и только после этого выбрать правильный ответ. Получается, что внимание больше похоже на луч. Вот, то есть это какая-то штука, которая позволяет нам выявить что-то значимое. Все вокруг мы видим так, немножко приглушенно, рассеянно, как бы как-то менее четко, но в нужный момент мы можем этот луч перенаправить в какую-то другую часть и, соответственно, как бы ее тоже подсветить. Именно поэтому надо понимать, что мы не можем направить внимание сразу на несколько объектов, например, на экране. Мы не можем сделать сразу несколько основных действий. И если мы это сделаем, то как бы часть пользователей подумает, что это основная часть, подумает, что это основное, часть увидит вначале это, а часть увидит вначале то. Мы на самом деле хотим того или нет, должны попытаться управлять вниманием пользователя, попытаться направить его именно туда, куда мы считаем нужно. То есть обратите внимание на любые, особенно современные мобильные приложения. Кажется, экран маленький, можно разобраться во всем. Но на самом деле практически все мобильные приложения пытаются направить внимание на основной call to action, на основную кнопку. То есть в Яндекс.Такси это заказать такси, в поиске авиабилетов найти авиабилет. Вот. В любом случае, именно какое-то ключевое действие, оно является тем, что в первую очередь привлекает внимание. Вот. Они этого добиваются за счет такого известного эффекта, как выскакивание. Вот. Выскакивание это такая штука, которая как раз открыла Tracement, которую я уже упоминал. В общем, на самом деле она известна тысячи лет практически любому, кто занимается художественной композицией. Но вопрос в том, что одно дело это знает обычный человек на основе своей интуиции, другое дело это получил научное подтверждение. Думаю, что мы все с вами понимаем, что о том же электричестве люди знали тоже тысячи лет и задолго до уравнений Максвелла и опытов Фарадея и много чего другого. Но тем не менее, как бы, любое научное подтверждение и превращение какого-то знания в научный факт дает достаточно большой толчок для развития всех этих знаний. Так и получилось вот здесь. То есть идея Tracement была в том, что мы не видим объектов как таковых. Мы видим, мы в первую очередь, то зрительное изображение, которое поступает нам, например, на сетчатку, оно в первую очередь разбирается на простейшие объекты. После этого из, ну там, линии всякие, квадратики, треугольнички, простейшие цветовые какие-то схемы. То есть, ну, у нас RGB зрение, правильно? Вот, собственно говоря, как бы все, что ближе всего к RGB, оно является, ну, относится к простейшим цветовым комбинациям. Вот, после этого из того, что мы видим, собираются уже, скажем так, более сложные формы, и эти сложные формы уже на уровне восприятия локализуются в какие-то объекты. И, соответственно, если мы видим на экране или там в какой-то среде объект, который резко отличается от среды, то именно этот объект и привлекает в первую очередь наше внимание. Смотрите, как это работает. Вот, например, где здесь буква Q? Да, да, давайте теперь попробуем наоборот. Найти букву O среди букв Q. Да, ну молодцы, ну понятно, в большой аудитории всегда найдется внимательный человек, я очень рад. Но на самом деле понятно, что это сложнее. Вот, это значительно сложнее, и все эксперименты показывают, что просто здесь время поиска буквы O зависит от количества букв Q. А вот здесь оно не зависит. Вот, то есть мы можем добавлять любое количество букв O, и, ну, собственно говоря, в пределах, наверное, какой-то среды, которую человек может охватить глазами. И буква Q будет находиться достаточно быстро. Именно за счет того, что у нее есть уникальный признак. Вот эта вот черточка, которая выделяется на фоне всех остальных и в первую очередь привлекает к себе внимание. Здесь такого нет. Отсутствие уникального признака не является тем, что притягивает внимание к объекту, поэтому ее приходится искать достаточно долго. Вот, но аналогично вот здесь, да, то есть как бы есть какая-то среда, и есть выделяющийся объект, например, в этой среде, то он в первую очередь привлекает к себе внимание. Поэтому, как я уже сказал, очень многие приложения используют этот эффект, используют кнопку, которая отличается по цвету, по форме, по размеру от там всех остальных объектов на экране. Вот, используют комбинацию этих элементов. Часто это может даже не супер красиво с нашей точки зрения выглядеть, и я думаю, они сами согласятся в некоторых случаях, но причина в том, что им нужно повысить как раз так называемый CTR, да, то есть клик-сру-рейт, количество кликов на количество просмотров. Вот, поэтому понятно, что кликают лучше на кнопку ту, которая более заметна, и которую, собственно говоря, привлекает к себе внимание в первую очередь. Вот, но тут как бы важно не переборщить. Очень важный момент в том, что стоит нам немножко эту среду разбавить, добавить какие-то другие объекты, там, круглые, где-то, может быть, чуть-чуть с красным, и круг уже перестанет обладать уникальными факторами и перестанет быть заметным в первую очередь. То есть кто-то, может быть, заметит что-то другое, и, ну, то есть понятно, что это все вероятностно, никто не говорит, что 100% людей замечают там круг или букву Q в первую очередь, но как бы вероятность того, что там человек заметит ее в первую очередь, она растет в зависимости от того, насколько много у объекта уникальных признаков. Есть второй момент, что стоит нам, допустим, оставить какой-то объект на всех экранах в одном и том же месте в неизменном виде, вот как-нибудь вот так, и мы перестанем замечать этот объект. А почему? Причина в том, что то, что неизменно, то, что все время находится в одном месте, никак не меняется, никак не реагирует на среду, оно не является больше сигналом. То есть мы же все-таки смотрим на окружающую среду как на некий набор сигналов, часть из которых может являться там побудителем нам к действию. То есть мы видим, например, машину, которая едет ровно в сторону лужи и там отпрыгиваем. Вот, на самом деле понятно, что если есть какой-то объект, который все время будет с нами в окружающей среде, то он никоим образом не является сигналом. Так мы не видим там всяких пылинок на глазах. Вот, многие, кто носит очки, наверное, согласятся, что могут часто их не заметить, когда они там расположены на кончике носа или там просто за ушами на голове, потому что это ощущение с нами там уже достаточно долго, например, там даже, в принципе, достаточно 10-20 минут. И это ощущение, да, вот либо тактильное, либо визуальное, оно перестает восприниматься как какой-то значимый стимул. Да, еще интересный такой момент, что люди, которые, например, живут около водопада, они могут разговаривать друг с другом чуть ли не шепотом. И уж тем более они спокойно разговаривают нормальным голосом. А те, кто приехал, да, там, туристы, они обязательно должны кричать друг к другу. «Эй, ты слышишь меня? Сфотографируй!» Но на самом деле, то есть получается, что звук-то внешний один и тот же и для тех, и для других. В чем причина, да? Именно в том, что мы в состоянии как бы отсечь сигнал от шума именно на уровне восприятия. Этот звук просто не воспринимается с той интенсивностью, с которой он воспринимается у туристов. Потому что в нем нет ничего значимого для человека, который просто живет там. Он не несет никакой информации ему. То есть, по сути дела, то, что мы видим, на самом деле зависит в том числе и от того, какой набор с нами идет постоянных других стимулов и от уровня значимости каких-то объектов для нас. Ну, попробуем перейти немножко к другой теме. И для этого мне нужен один доброволец. Отлично. Как тебя зовут? Игорь. Очень приятно. Так. Не, нормально. Так можно сидеть. А, не, ну можно, да, давай. Супер. Так. А, нормально, видно. Все, садись тогда. Ага. Значит, итак, у нас есть последовательность. Ой, я слышу. Числовой ряд. Можно я сюда буду смотреть? Можно, да. Значит, ну, здесь зашита последовательность. Твоя задача угадывать каждый следующий символ, который я буду открывать. Вот, давай попробуем. Ну, то есть, как бы это, в принципе, задача на числовые ряды. Так что, да. Один. А, так нечестно. Что, один? Ну, сейчас ты точно один. Да ну, ой. Ну, сейчас ты точно один. А, отлично. А, отлично. Так, сейчас. Один. Ноль. О, отлично пошло. Так. Ноль. Хорошо, так вот. Я потерялся. Один. Один. Ноль. Так, ладно, ребят, я не буду мучить. На самом деле, это... Это рандомная последовательность. Да, конечно, это рандомная последовательность. Но в чем прикол? Что, на самом деле, мы всегда стараемся увидеть какую-то закономерность. Я немножко, конечно, еще смухлевал и подсказал, что, да, это как бы задача на числовые ряды. Да, действительно, сейчас я покажу код. Да. В общем, да, это... Это рандом. Понятно. Да. Вот. В общем, это да, как бы это рандомная последовательность. И идея такая, что за каждой рандомной последовательностью человек старается увидеть какую-то закономерность. Там, правда, закономерность была. В начале кажется, что да. Но я ее сгенерил тоже так же. Сколько там, 8 кликов сделал, и все, и поехал на лекции. Вот, то есть, как бы, нет. На самом деле, мы просто, да, ну, как бы здесь просто, когда вот она досюда, да, кажется, что... Вот сколько она? Один, ноль, ноль, один, потом один, три, нуля, один. Ну, кажется, потом будет один, четыре, нуля, один. Потом и снова, как бы, мы всегда хотим пересобрать логику, и вот наш экспериментатор Иванников, который вот этот эксперимент провел, он мучил людей там по 50 символов последовательности. Они там уже кидались с него предметами и говорили, вы меняете последовательность, и я уже почти угадал. Вот, то есть, логика в том, что, как бы, мы взаимодействуем с миром, как будто в нем есть правило. В мире же есть правило, правильно? Или он такой же рандомный, как эта последовательность? Но на самом деле это не важно, потому что мы работаем с ним, как будто в нем есть правило. Ну, вот тебе как комфортно? Можешь сидеть здесь, можешь садиться к себе. Я не знаю. Ну, как бы все, уже, да, уже эксперимент закончен. Ну, вообще комфортно? Да. Я бы все развернулся. Вот, то есть, как бы, суть в чем? Что, на самом деле, мир полон хаоса. Вот, и в нем все происходит вообще по куче случайных моментов. И даже вещи, которые мы считаем четко связанными друг с другом причинами, потом, когда смотрится корреляция, там, дай бог, не знаю, 30 с небольшим процентом. Вот, то есть, на самом деле, в мире очень много случайных и всяких сложных процессов. Но, как бы, если бы мы подходили к миру в формате, что мир случайный, делать в нем все равно нечего, все равно ничего не понятно, то вряд ли мы могли хоть два шага ступить из дома. Поэтому мы подходим к миру с другой позиции. Мы всегда подходим к миру, что его можно смоделировать. Что есть какой-то набор, там, скажем так, ключевых объектов в мире и объектов, которые не ключевые, но тоже значимые. Которые, если мы поймем, как они примерно работают, то, в общем-то, мы примерно поймем все. То есть, как бы, идея такая, да, что, там, мы примерно представляем, как движутся машины, да, соответственно, как бы мы, там, как работают светофоры и все такое. Поэтому мы не пойдем, там, через дорогу на красный свет. Но понятно, что наша логика, как бы, такая распространяется задолго до того, как появилось, там, большое количество в мире вещей, которые действительно работают по правилам. То есть, как бы, пещерный человек, например, он жил в мире, который не работал по правилам, который работал хаотично, но при этом эти же правила люди пытались к нему применить. Считая, что, там, Зевс выезжает на свои колесницы по пятницам, потом он три пятницы выехал, потом четвертую не выехал, ну, значит, он четвертую отдыхал, правильно? Всегда можно придумать какую-то, там, скажем так, какую-то заплатку к своей теории, чтобы она все равно оставалась правильной. Вот, почему вообще теории лучше? Потому что, вот, у нас приходит там знание 1, знание 2, знание 3, вот эти вот огромные количества картинок, которые мы просматриваем. И вместо того, чтобы их активно хранить, вместо того, чтобы постоянно к ним обращаться, нам проще создать модель, которая описывает знание 1, знание 2 и знание 3, которая даст нам доступ не только к этим трем знаниям, но и, на самом деле, к N другим знаниям. То есть, по сути дела, получив некий набор из, там, трех знаний, мы можем получить доступ к чему-то значительно большему, смоделировав мир на основе этого. И, соответственно, логика такая, что если модель окажется неправильной, мы ее пересоберем и так далее. То есть, как бы каждый раз, когда модель окажется неправильной, мы ее пересоберем. Проблема в чем? Пересбор модели – очень дорогостоящая операция. Поэтому при выборе, пересобирать ее или нет, часто выбор встает в пользу того, чтобы ее не пересобирать. Потому что на модель затрачены были уже определенные усилия, ресурсы. В принципе, она как-то более-менее годно работала. Так зачем же ее пересобирать, если тут всего лишь одно несчастное несоответствие? И именно это описал в своем эксперименте Леон Фестингер в эксперименте по когнитивному диссонансу. То есть, идея такая – есть модель, есть куча новых знаний, которые постоянно ее, скажу так, бомбардируют. Ну, например, да, что человек считает, что он хороший студент, а потом бац, там, завалил экзамен. Такой, не, ну я же хороший студент все равно, но, типа, тут просто, там, дурацкий преподаватель. Или второй момент может быть другой. То есть, человек возьмет и пересоберет свою модель. «Все, я теперь плохой студент, ужасный, я никчемный» и все такое. То есть, ну, на самом деле, как бы, могут быть разные ситуации, но надо понимать, что размер, грубо говоря, входящего знания, как бы, оно зачастую всегда меньше в модели, большой. И поэтому, в общем, при прочих равных, то есть, если знание как бы небольшое, а модель большая, зачастую все-таки модель пересобирать не будут. Как показал это Фестингер? Он показал в очень интересном эксперименте. Короче, он своим студентам дал задание, абсолютно тупейшее задание. Нужно было поворачивать, там, 30 ручек на какой-то там аппарате, по-моему, который даже ни к чему не был подключен. И они это знали. Вначале на, на сколько, на 90 градусов все, потом еще на 90, все по очереди, потом еще на 90, просто все по очереди, еще на 90, короче, чтобы вернуть в изначальное положение. И он ни к чему не был подключен, и все это знали. Но одним заплатили за вот такую работу 20 долларов, ну, по тем временам, это какой-то там 57 год, это вообще дофигищу. Можно было все выходные кутить, как бы, и классно провести время. Вот, а вторым заплатили доллар. Вот, значит. И что же ответили те, кому, ну, когда их спросили, что они думают по поводу этой активности? Ну, Фестингер как бы был достаточно мудрый чувак, поэтому он вместо того, чтобы их сразу же опросить, он все им сказал спасибо, все свободны. А потом где-то недельки через две анонимно устроил опросник по куче всяким активностям, которые были за последний месяц в университете, в том числе и по этому эксперименту. Вот. И, значит, что ответили люди, которым заплатили 20 долларов, как вы думаете? Можно было бы еще. Ну, прекрасный вариант, но еще какие варианты? Ну, заплатили. Ну, потому что они не думали о том, что они делали, они скорее думали о том, что они делали, нифига, 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 нифига. Не, не, вот и вопрос по поводу деятельности. Вот, то есть заплатили, они не думали. Ну, по крайней мере, скажем так, история умалчивает, думали ли они о деньгах, но как бы вопрос был о деятельности, они отвечали о деятельности. То есть как бы... То, что они делали это хорошо, они считали? Нет, они как раз считали в том-то и дело. Это на самом деле очень интересный вариант. Они считали, что задание полная хрень. То есть они считали, что это чушь полнейшая, это бред, которым они занимались, но так уж и быть, как бы они его выполнили и все такое. А теперь вопрос, что думали люди, которым заплатили доллар. Потому что они, во-первых, занимались тупейшим заданием, а во-вторых, мало заплатили. Вот. И, соответственно, чтобы сгладить эту ситуацию, которая очень дискомфортная, что ты делал ерунду и еще и не получил за ней ничего, то они пересобрали модели этой ситуации. Они говорили, ну, вообще-то задание было неплохое. Моторику там развивает, все дела. То есть как бы... Да, это на полном серьезе. Это на самом деле очень известная штука. То есть как бы люди готовы, грубо говоря, переделать реальность, лишь бы только не испытывать вот этого психологического дискомфорта. Если мне заплатили много, я могу быть честен. Потому что, как бы, у меня нет психологического дискомфорта. Я делал бред, но я зато получил за него более-менее нормальный день. А если я ничего не получил за него и делал ерунду, это очень тяжело осознавать. Вот. Да, и понятно, что там, может, попросили еще что-то, но это сложная ситуация. И люди готовы менять реальность для того, чтобы все-таки оставаться в каком-то психологически комфортной ситуации. На самом деле вот эта штука, я думаю, многим из вас раскроет глаза на то, почему многие люди не готовы отказываться от своих взглядов. Хотя как бы уже сколько и сколько приходит знаний про то, что это все неправильно или то, что они думают не очень хорошо. А на самом деле, действительно, как бы никто не хочет пересобирать модели. Вот. И комфортнее просто либо выкинуть это знание и сказать, что да, это все бред, там, происки каких-нибудь врагов. Вот. Там, ну, соответственно, остаться на своей модели, наоборот сказать, да, это может быть и правда, но это ничего не доказывает. Там, ну, условно говоря, что-то такое, да. То есть, как бы, да, это знание, но оно не является никак относящимся к модели. Да, еще, соответственно, какие вообще бывают ментальные модели? Вот как бы то, что я писал, это ближе к сознательным. То есть мы можем там рассказать, там, как устроен, там, не знаю, двигатель внутреннего сгорания. Там, мы можем рассказать, не знаю, о каких-то аспектах устройства, там, не знаю, ну, часто это модель ситуации, да, например, там, не взяли, там, нашу паралимпийскую сборную на Олимпиаду. Вот, там, такие-то плохие, сякие-то плохие, еще что-то, да. То есть, как бы, это зачастую модель не какого-то объекта, а ситуации тоже. Вот. Но часто бывает и другой тип модели, да, что, как бы, мы, скажем так, мы знаем, как что-то устроено, но мы можем этим пользоваться, но мы не можем это описать. И такие модели называются имплицидные. И их логика была описана уже упомянутым Дональдом Бродбентом в эксперименте «Сахарная фабрика». Правда, эксперимент древний тоже был сделан в год рождения Кати Перри в 1984 году. Значит, идея такая. Там уже были компьютеры, просто очень примитивные, поэтому на примитивных компьютерах того времени они дали людям игру. Игра, ну, такая, достаточно простая, по логике, но, в общем, по действиям, но по логике сложная немножко. То есть она заключалась в том, что им нужно управлять сахарной фабрикой, но влиять они могут только на один параметр. Это количество рабочих, которые они отряжают на итерацию. На итерацию, допустим, год. А вот количество сахара, которое производилось на фабрике, зависело от двух вещей. Это количество рабочих, которые ты отряжаешь на итерацию, и количество сахара, произведенного на прошлой итерации, причем обратно пропорционально. Вот. То есть как бы не очевидная нифига логика, и это нигде не было записано. Там не было никакой бумажки, поясняющей, еще что-то. Просто ты отряжаешь количество рабочих, смотришь результат. Отряжаешь, смотришь результат. И что интересно, что где-то через 15-20 итераций практически все испытуемые, там больше 80%, начали производить такое количество сахара, которое экспериментаторы считали успешным выполнением задания. То есть они, скажем так, поняли где-то логику игры и начали, и то, что у них получалось, получалось как бы нормальное количество. А дальше им дали опросник. Там, как это работает, что там здесь, если вот так-то, такое-то количество, и вот столько-то, что нужно сделать. И только 15, может быть, 20% людей отвечали на этот опросник так, что экспериментаторы считали это успешным выполнением опросника. Вот. То есть на самом деле получалось, что? Что люди в состоянии справляться с какими-то задачами. Ну, как бы я не говорю про все задачи, но есть очень большой класс задач, с которыми люди в состоянии успешно справляться, но очень худо могут о них отчитаться. То есть почему, например, к каким-нибудь гончарам в Средневековье представляли подмастерий? Подмастерий. Потому что подмастерий, как бы гончар ему зачастую ничего не рассказывал. Надо ему с каким-то там пацаном делиться. Вот там, вон, мусор убери, еще что-то. Но парень смотрел на то, как тот делает что-то. Ну, собственно говоря, там потихонечку подключался к деятельности, повторял. Гончар там зачастую ему как минимум не мешал. И тот в это дело включался. Вот. На самом деле, если поговорить с теми же там биржевыми игроками, то очень часто то, что они говорят, что они там по четвергам торгуют там до 12, я очень активно. Это все, ну, как бы если реально их ставки посмотреть, это все фигня. Ну, как бы очень мало соответствует действительности, потому что у них есть набор правил, действительно, но эти правила, как бы в осознанном виде, они мало коррелируют с их реальными внутренними правилами. Вот. Получается, что как бы огромное количество моделей, которые мы строим относительно реальности, они от нас, как бы, по сути дела, скрыты. То есть мы как бы ими обладаем, но отчитаться о них никак не можем. И как бы если говорить о реальности, что это, да, что это за модели такие, то это, собственно говоря, все гайдлайны там iOS, Android и все такие вот штуки. То есть, грубо говоря, какие-то умные ребята, допустим. из Apple или вот Google с его материал-дизайном, придумали набор правил. Как бы кажется, что за фигня, придумали какой-то набор правил, это все ерунда. На самом деле нет. То есть, как бы люди в состоянии понять эти правила, если они, ну, скажем так, обладают хоть какой-то степенью логичности. Вот. Они в состоянии эти правила переварить и действовать в рамках этих правил. То есть, у них рука уже интуитивно будет тянуться кнопки back, там, в Apple, там, слева наверху, в Android слева внизу. И, собственно говоря, там, многие дизайнеры зачастую, там, начинающие говорят так, что я не знаю, что здесь не так, но что-то вроде, ну, как бы не соответствует, там, правилам, гайдам, принципам. Потом смотрят, да, действительно, не соответствует. Потому что, как бы, эти правила, они где-то в глубине души у нас уже есть. Вот. Так что, на самом деле, если строить качественные приложения, то ориентироваться на, там, те же самые гайдлайны все-таки нужно. Вот. Не нужно думать, что их написали непонятно кто, непонятно не для кого. То есть, как бы, действительно, обычный человек вам никогда не расскажет про гайдлайны, но это не значит, что он их не знает. Это очень важный момент. Вот. Дальше поговорим быстренько, как исследовать ментальные модели. И оставим время на вопросы. Вот. Во-первых, то, как мы уже говорили в начале, на первой лекции, наблюдайте. То есть, в принципе, если наблюдать просто тем, как пользуетесь, что-то делает, то можно увидеть, скажем так, что его представление, возможно, не соответствует тому, что было заложено в системе. Что он там в какое-то поле хочет что-то не то вписать, правильно, а, соответственно, как бы он думает, что там поле организация подразумевает какой-нибудь код организации, а не ее название, например. Слушайте, что говорят люди. И самое интересное, когда, например, они говорят что-то вроде «а я думал что». Если они говорят «а я думал что», да, берите ручку, смело сразу записывайте, потому что фактически человек просто вываливает на вас хотя бы свою сознательную часть, ментальную модель. Он прям прямым текстом говорит, что моя ментальная модель была такая, а вот реальность оказалась другая. Соответственно, как бы, если там такая ситуация повторяется, вполне возможно, что имеет смысл просто подстроиться под эту ментальную модель и не ломать ее пользователям. Либо второй момент. Если уж ломать, то ломать грамотно. Тогда сделать им подсказки, что вот здесь не так, а вот так, и все такое. Так тоже на самом деле можно, но просто надо тогда понимать, каким багажом знаний пользователи обладают на этот момент. Можно их спрашивать впрямую. Ну, как бы, есть куча всяких механизмов типа опросов. Вот, там есть свои сложности, и, в принципе, ну, как бы это интересная штука, но там, как бы, действительно, если заморачиваться с этим, там много что можно интересного найти, но, как бы, это работает действительно в большей степени в многопользовательских системах. Вот, если, допустим, вы просто делаете какое-нибудь приложение, хотите что-то узнать по поводу него, в принципе, можно, там, человеку, которому вы его показываете, да, там, пусть это будет ваш друг, мама, бабушка, главное, чтобы они хоть как-то соответствуют целевой аудитории, понятное дело, чтобы, там, можно задать им какие-то вопросы, ну, не в смысле вам понравилось, там, или что-то, но это все не работает, конечно, но какие-то наводящие вопросы, например, а для чего вам кажется, что есть вот эта штука, а как здесь решить такую-то проблему, и, возможно, как бы, тоже можно увидеть интересные моменты. И, да, что вы делали, для чего вы это делали, очень важный момент, то есть, как бы, человек попытается туда рассказать свое видение причин, почему он что-то делает. Да, и обязательно смотрите, что используют люди. Ну, собственно говоря, как я уже рассказывал, именно так мы делали в 13-м году, когда выбирали, например, стиль для кассы самообслуживания, и мы просто ходили по магазину, по ОК, и смотрели, какие телефоны у людей, и на тот момент, как бы, у людей еще были кнопочные телефоны, у некоторых, по крайней мере, процентов 25, по-моему, людей, были кнопочные или 30. У тех, кто, у остальных были либо Android, они еще были до Material Design, либо были телефоны с iOS 6, а 7 только тогда вышло, только-только, и, как бы, по-моему, только у двух человек мы встретили iOS 7 из, по-моему, 30 опрошенных. Ну, в связи с чем мы сделали вывод, что нам, например, нет смысла делать именно плоский дизайн, такой плоский, совершенно, как бы, с аккуратными такими элементами, без теней, бордеров и всего такого, потому что у тех пользователей, которые будут пользоваться касса самообслуживания, ментальная модель все еще, скажем так, более, ну, чуть другая, более вот скиломорфичная, что называется, где элементы обладают такими свойствами реального мира, то есть кнопки обладают тенью, обладают градиентом и вот такими вот моментами. То есть, грубо говоря, идея такая, что если бы мы кнопки сделали без закруглений градиентов и теней, вполне возможно, что часть пользователей просто не знала бы, что элемент прямоугольный справа внизу это какой-то call to action, на который вообще нужно нажать. Вот, то есть, как бы мы бы не попали в их ментальную модель, чего мы не хотели делать. Вот, так что на этом все. Мы сейчас пробежались по четырем курсам факультета психологии за час с 05. Вот, так что, если есть вопросы, welcome. Можно просто, как, допустим, смириться с тем, что когда ты разрабатываешь интерфейс, да, он тебе самому лично не нравится? Ну, тут несколько моментов. Во-первых, это когнитивный диссонанс, как я уже сказал, а, соответственно, вариантов два. Как всегда бывает, мы либо можем полюбить этот интерфейс, либо мы можем, грубо говоря, найти эти 20 долларов, за которые мы можем принять это нормально. То есть, если я разрабатываю интерфейс бесплатно и он мне не нравится, это грустно. Если я разрабатываю интерфейс, он, ну, как бы, входит в систему, которая приносит миллионы долларов. Ну, то есть, тут такая ситуация. Например, вот есть система для этих, для биржевиков. Они, как и многие профессиональные системы, ну, например, 1С, если вы сталкивались, как бы, может быть, вот, то она ужасна, как бы, по, там, даже своим визуальным правилам. То есть, она базируется на кнопках, там, 90-х годов, как бы, зачастую, да. Но... Ну, и ужасно, и просто они визуально устарели. То есть, как бы, а там-то логика была вся правильная. То есть, всякие чекбоксы и все такое. Вопрос в том, как их комбинировали. А комбинировали их ужасно. Горизонтально располагали чекбоксы, кнопки в рандомных местах. И их куча, как бы, куча элементов на экране. И пользоваться этим, кажется, совершенно невозможно. Профессионалы этим пользуются и очень легко. То есть, они все помнят. Ну, сами понимаете, ситуация какая. У нас есть машина и есть человек. Кому проще подстроиться? Понятно, что человеку. Потому что машина, это, как бы, ее надо переделывать, пересобирать. Программист должен перемещать там кнопки. А если это технический какой-то момент, там, ну, связан с чем-то оффлайновым, да, там, та же касса самообслуживания, то надо еще менять местами какие-нибудь рычажки. Все это очень тяжело. Как бы, люди подстраиваются значительно быстрее. Просто переобучаются и все. Вот, поэтому тут я говорю, что, как бы, ну, скажем так, мне, например, тоже много что не нравится в одноклассниках, как бы, но я абсолютно честно это говорю. Вопрос в чем? Что на что-то не хватает ресурсов. Это все понимают, что там есть трудности. Что-то можно поменять с точки зрения своего эстетического, там, удовольствия, но это не принесет никаких результатов, к сожалению. Вот. И, соответственно, нужно менять только то, что в таком случае входит в какую-то систему большую, а не просто вот там подвинуть кнопку на 2 пикселя, потому что мне так больше нравится. Если мы считаем, что у нас все кнопки должны стоять на 12 пикселей, тогда нужно подвинуть. А если конкретно это, потому что некрасиво, тогда надо подумать, а может быть, у нас как бы система где-то лажает, что у нас такие появляются ситуации, при которой кнопки в этом месте смотрятся не очень. Вот. И, например, некоторые системы по отображению ленты, вот новостной мы сейчас пересобираем, потому что мы хотим более аккуратно и качественно демонстрировать те там 350 вариантов контента, которые мы пользователям демонстрируем. Это, на самом деле, действительно большая задача. То есть там огромная таблица с разным вариантом контента. И кажется, я сейчас вот здесь вот подвину там на 2 пикселя, и все будет красиво смотреться в этом случае. Но это аффектит как бы другие ситуации, при которых контент отображается по-другому. Вот. Но ситуация в чем, да? Что как бы действительно интерфейс может не нравиться. Вопрос в том, как бы, что с этим делать. То есть надо либо действительно сделать и вот это тем, чтобы он нравился. Если это как бы... Если это задача такая больше связанная с твоей деятельностью, что ты как бы знаешь, что ты можешь это сделать, то, ну, соответственно, надо где-то подсобраться, может быть, проконсультироваться и сделать. Второй вариант. Если это там какая-то система там для какой-то... Не знаю, входит в какую-то большую систему, там, и ей пользуются какие-то другие люди, и, в общем, так просто поменять не получится, то надо, наверное, просто зачастую принять, что то, что там не нравится тебе, это не значит, что это какая-то плохая штука. Вот. То есть как бы зачастую многие решения, с которыми я сталкивался, вот именно в профессиональных системах, особенно в торговле, ну, там как бы мне много что может не нравиться, но по факту это действительно хорошее решение. То есть те же кассы, которые вот я видел, вот, ну, это там, на самом деле, хоть это там зачастую и черно-белый интерфейс, все такое, это реально классное решение, которое позволяет кассирам быстро и эффективно работать и не утомлять глаза. Вот. Так что так. У меня возник вопрос, именно потому, что вы сейчас сказали, вот, потому что, ну, вы не делаете, ну, в Одноклассиках не делается особо больших кардинальных изменений, и вы говорите, что это как бы не приносит никаких эффектов. Я вот конкретно так, по-моему, не сказал ничего. Ну, я уже говорю, что там особых кардинальных изменений нет. Вы говорите, что это не приносит значительных преимуществ. Не, я не могу так сказать. Да, я могу сказать, что есть моменты, кстати, как раз не кардинальные, которые мне могут не нравиться, но они не приносят кардинальных преимуществ. Вот. То есть, например, если мне не нравится там какое-то состояние экрана. Вот. Одно. Мне тогда надо задуматься, это либо входит в общую какую-то систему с другими состояниями, вот, и возможно, что мне имеет смысл эту систему поправить так, чтобы этот экран автоматически стал нормальным. Вот. Либо второй момент, что может быть, как бы, и не так страшно, что он какой-то не такой, потому что, как бы, любая правка зачастую, она, как бы, не влияет на показатели, связанные конкретно с этим экраном. Ну, если мы берем вообще, как бы, глобальные изменения в Одноклассниках, то это, как бы, другая тема. То есть, там есть свои, скажем так, свои моменты, как бы, связанные с этим, как бы, и есть, как сказать, на самом деле, понимаете, вот интерфейс Одноклассников, он, в первую очередь, как бы, ориентирован на ту аудиторию, которая с ним работает. И, как бы, любое кардинальное изменение, как бы, это, ну, такая зачастую достаточно болезненная штука. То есть, как бы, те изменения, которые мы делаем, они всегда постепенные. Это нормально. То есть, как бы, если, например, вы посмотрите скриншоты Одноклассников 14-го, 15-го, там, 13-го, 12-го годов, там, как бы, изменения видны. Ну, просто они все постепенные. Мы никогда не можем взять и забахать полностью новый дизайн. Ну, может быть, вы слышали, там, про кинопоиск, там, все такое. Что-то. Об этом хотел бы быть вопрос. Почему кинопоиск вот так вот провалился, и они вернули, а вот те же самые редизайны, как сейчас с банкоматами Сбербанка или ВКонтакте, они, ну, вполне хорошо ужились. С банкоматами Сбербанка, сами понимаете, как бы, в чем проблема, что у пользователей нет вариантов, как бы. Да. Ну, если у тебя нет вариантов, то в чем вопрос? А кинопоиск есть варианты, все, люди ушли, как бы, и все. А почему с банкоматами Сбербанка прекрасный вариант, ушел в другой банк? Зачем? С комиссией, да? Я просто ушел в другой банк. А, нет, это невозможно, потому что большинство людей, ну, они сидят над зарплатными картами Сбербанка. Там невозможно выйти в другой банк, фактически. Не-не-не, там достаточно серьезная ситуация, как бы, эти самые бюджетники, как бы, у них все привязано. Давайте по психологии пару вопросов. Материал дизайн на андроиде лучше, чем первый дизайн. Да, да. Вопрос. И вы выбираете интерфейс согласно устройствам? Это было, в смысле, тогда. Это было тогда, ну, в смысле, на тот момент, да. Тогда, да. Получается, что если я не верный гигант, лидер на рынке, то я не могу менять дизайн, в принципе. Не, просто это вопрос осознанности решения. Почему? Можно попробовать поменять, но надо тогда понимать риски. Ну, как бы, вы всегда должны в любом решении, как бы, считать риски. То есть, например, риск какой? Что я сделаю плоский дизайн, но в таком случае, как бы, часть пользователей не разберется с ним. Как бы, допустим, я считаю, какая это часть. Вот я сделал простейшую оценку. 30 человек, посмотрел, сколько из них с плоским дизайном. Посчитал, что, грубо говоря, 28 из 30 человек с неплоским дизайном, то есть, кнопочный телефон, либо, как бы, скиломорфичный интерфейс iOS 6, либо простой интерфейс Android на тот момент. Это достаточно много для того, чтобы я не принимал на себя ответственность за плоский дизайн. То есть, ну, как человек, который... Не то, что я, там, не хочу двигать рынок, я, может, и хочу двигать рынок, но, как бы, я не готов принимать на себя ответственность за людей, которые отвалятся в процессе взаимодействия. На такой простой, как бы, вещи. Вот, то есть, да, как бы, действительно, мировые гиганты, им проще двигать рынок в этом плане. Почему? Потому что, кстати, Сбербанку тоже. То есть, как бы, когда ты задаешь правила на рынке, то, действительно, как бы, люди подстраиваются под них, как бы, потому что, как я уже сказал, люди готовы подстраиваться. Вопрос в том, что они не готовы подстраиваться всегда. Это надо понимать, что люди не готовы подстраиваться к кинопоиску, потому что есть альтернатива, потому что есть привычные паттерны поведения, когда они рушатся и когда как бы непонятно, как их восстановить, то есть что сделал кинопоиск? Они разрушили паттерн поведения, посмотреть там про фильм, его оценки, сделать оценку, почитать отзыв, почитать про актеров, то есть стандартные вот эти все вещи они разрушили в пользу того, что они выпечили кинотеатр на первый план. Все сценарии, которые у людей были, они как бы поломались и люди стали за этими сценариями лезть в другие места, например, в ту же Википедию, просто в Google и все такое, то есть как бы был поисковик, как поисковик он начал ломаться. Яндекс понял, что для него это болезненная история и поменял, как я понимаю. Ну, в итоге, как понятно, как мы работаем с ментальной моделью, как мы работаем в интерфейсе с вниманием, а вот с памятью? С памятью, да, короче, интересные моменты такие, что во-первых, во-первых, надо понимать, что если у нас есть меню, какой-нибудь сайт открою сейчас, вот одноклассники, пожалуйста, прекрасный сайт, да, вот, да, значит, вот у меня есть меню вот это, вот надо понимать, что, скажем так, что это как бы и связано и с ментальной моделью, потому что все равно для хранения используется та же самая память, что люди знают, где что находится здесь. Вот, второй момент с этим связанный, что если у меня где-то висит вот эта зеленая штука, но сейчас у меня их много, ну, допустим, у меня она висит все время в каком-то одном месте, ну, вот, например, мне все время, каждый день приходят оповещения, я их, например, не разбираю. Это не к вопросу памяти, к вопросу внимания я просто хотел проиллюстрировать вот те вещи, которые мы с вами обсуждали, что, например, ну, сейчас, ну, даже просто представьте ситуацию, что у меня вот, как сейчас вы видите, везде висят эти зеленые штуки, и каждый день они у меня здесь висят. Там, может быть, три, может быть, два, может быть, один, но примерно композиция всегда одинаковая. Будут ли они восприниматься как сигнал? Будут ли они восприниматься как что-то значимое? Скорее всего, нет. Так, поэтому, вот, есть шутки в Admi про два типа людей, типа, у одного там ноль в инбоксе, и как только приходит письмо, он сразу старается его прочитать, а у второго там 9999, и он как бы, ну, читает только то, что ему нужно в какой-то момент, когда ему нужно, и так далее. Вот, то есть, как бы, ситуация какая, что новое любое пришедшее письмо, новый там вот этот вот элемент зеленый, который здесь загорелся, он перестает просто восприниматься как сигнал. И, соответственно, как бы, ничего значимого для человека мы здесь не видим. Да, могу сказать, что то, что я рассказал про память, наверное, не супер применимо к интерфейсам, я не спорю с этим, но я рассказал про память, потому что это, на самом деле, хорошая иллюстрация того, что мы работаем немножко не так, как компьютеры, и те модели, как бы, которые у нас есть, ну, там, которые описывали на, там, архитектуре, вот у нас была, когда я на первое образование получал, лекция, которая звучала как архитектура EVM. Я надеюсь, что сейчас слово EVM уже заменили, как бы, в таких лекциях. Нет, да? Все, жаль. Вот, но, в общем, да, как бы, то есть там рассказывается, как устроен, там, хранение, там, собственно говоря, тех же, там, допустим, флот переменных, ну, вы все это знаете, как бы, сами. Да, то есть, как бы, у нас есть, как бы, разные типы переменных, по-разному мы их храним, и, в общем, как бы, слушая это, кажется, что, в общем, все это можно разложить, ну, как бы, то, что мы, как мы храним информацию, можно разложить примерно на такую же структуру, Но на самом деле нет. Наша структура работает чуть по-другому, и это касается всего. То есть человеческий может действительно значительно более мощный и крутой, чем любой компьютер, но при этом в каких-то простейших вещах компьютер уступает. То есть это действительно очень интересный момент, и это надо помнить, что человек знает, где находятся какие пункты меню, но отведи его от компьютера и спроси, что находится сверху, он не сможет перечислить. Ну и простой пользователь. Я думаю, и где-то треть сотрудников-одноклассников тоже не сможет. Если есть какие-то кнопки местами, то человек это заметит. Там не то, что заметит, он, скорее всего, кликнет не туда, потому что есть привычка. Да, да, да. Да, он не то, что заметит, он будет ошибаться. И про ошибки мы с вами еще поговорим в следующих лекциях. Ну, то есть, короче, идея такая. На самом деле, по поводу психологии, есть много интересных всяких штук. В первую очередь, это видеоэкспериментов. Вот, если вам интересно, это вообще не имеет к интерфейсам никакого отношения, это просто очень-очень весело. Посмотрите эксперимент Стэнли Милгрэма оригинальный по подчинению авторитету. Там просто чудесно. То есть, как бы там, во-первых, офигенно поставлен эксперимент. То есть, да, да. Знаете, нет? Да, да, да. Да, идея такая, что одному человеку говорят, что, значит, да, значит, сидят два человека, ждут как бы проведения эксперимента. Одному говорят, значит, вы будете там учеником, а вы будете учителем. Вот, ну, между ними разыграют простую лотерею, но на самом деле один подсадной, поэтому у одного, ну, бумажки у всех одинаковые. Соответственно, как бы реальный получает бумажку учитель, идет в комнату учителя. Второй типа ученик. Учителю говорят, что ему нужно обучать ученика там каким-то там то ли стихотворением, то ли паром каким-то, да, паром, по-моему, типа слов. И после этого он, значит, обучил, потом должен, говоря одно слово, получить ответ правильную пару. Если все правильно, все хорошо, если нет, он должен бить его током. Ну, как бы стоит аппарат, нужно прям нажимать на кнопочки, бить током. Вот, но, естественно, тот не подключен к току. Ну, вот, то есть он про фейк. Вот, каждый раз надо ток увеличивать. Вот, в комнате сидит вот этот учитель и экспериментатор. Такой фасилитатор всего этого дела. И, соответственно, фасилитатор говорит одну из четырех фраз, ну, там, по-моему, please continue, continue, please, the experiment requires you to continue, и еще что-то. То есть он просто, как попугай, повторяет одно и то же, просто таким суровым голосом. И, значит, примерно в 150 вольтах ученик начинает орать безумно, что, типа, выпусти меня, еще что-то. Этот там смотрит на экспериментатор, этот ему говорит, please continue, please continue. И примерно, ну, часть людей отказывается в этот момент, но те, кто не отказывается в этот момент, 80% из них доходят до конца. 450 вольт, там уже нет тишина из той комнаты, уже ничего не происходит, и он продолжает и продолжает и продолжает самый максимум бить. То есть потрясающий постановый эксперимент. Сейчас такое, конечно, уже запрещено проводить, как бы, в силу этических моментов. Вот, но это, на самом деле, очень интересный момент в том, как, ну, как бы, нашей социальной природы, да, то есть, как бы, мы готовы, на самом деле, фактически снять все ответственность в некоторых случаях, если, как бы, представитель власти, ну, просто говорит нам какие-то простейшие вещи. Вот, и, на самом деле, как бы, это говорит о том, что, на самом деле, что часть вещей, они просто не всегда связаны именно с восприятием реальности. То есть мы, как бы, вроде знаем, что вольты — это опасно, человек кричит в соседней комнате. Но есть фактор, который перевешивает все это дело, вот, и он социальный. И это говорит о том, насколько сильна социальная природа в нас, и она значительно больше, чем вот все, что я сегодня рассказал. Ну, в общем, я надеюсь, что это было полезно. Всем спасибо.